Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. И, как всегда, программа «Живые» с 8 до 10 по будням в этой студии появляются музыканты, люди интереснейшие, с которыми удивительные, интересные складываются беседы, ну и, понятное дело, музыканинам свою играют. Человек, который здесь сегодня представляет людям среднего возраста, я думаю, нет нужды. Людям постарше, тем более. Молодежь, ну, я даже знаю многих молодых людей, не имеющих отношения к музыке, знающих это имя, но у нас есть традиция, она долгая, давнишняя, сложившаяся уже сначала песня, а потом мы уже будем знакомиться с тем человеком. Сегодня он здесь один, но один в десятерых стоит. Но, тем не менее, естественно, традиции мы не нарушаем. Сначала песня, после этого будем знакомиться. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok сложилось гравитационное поле, которое тебя магнитит в привычное положение вещей, ты думаешь, что ты сейчас что-то откроешь, нет, ты будешь в очередной раз нарезать тот же самый круг на арене цирка, вот этого звукового. И возникает задача, которая поначалу даже в голову не приходит. Как тебе разомкнуть вот эту сложившуюся систему координат? То есть нужно сломать. Да, тебе нужно сломать привычную систему координат. Люди, которые не знают, как этим быть, они начинают идти в тяжелую, начинают менять химический состав крови, ширяться, бухать, в общем, иными словами, сдвигать в тяжелую точку сборки. А надо делать другую вещь, надо взять и изменить строй на гитаре, и таким образом весь твой намоленный опыт, вся твоя многолетняя практика, изменившаяся система координат, она тут же обнуляется. У тебя есть твое читье, у тебя есть твое логическое мышление, но весь ландшафт звуковой, он переписался, и теперь тебе нужно в этом неизведанном мире попытаться соединить точки так, чтобы они составили для тебя смысл. И при этом вся твоя палитра, весь твой звуковой словарь, он неприменим, более. И ты начинаешь искать как бы с нуля. У тебя есть техника, у тебя есть наработанный вестибулярный аппарат, у тебя есть хорошая координация движения, у тебя есть мозоли на руках. То есть, это не совсем нулевой расклад, но он в известной степени нулевой, потому что язык, на котором ты привык разговаривать с инструментом, он обнулился. И тогда тебе надо начинать искать. И ты находишь, и ты попадаешь... Так все просто. И ты попадаешь... Тут кайф заключается в том, что ты попадаешь в столь странные зоны, что чтобы с ними как-то взаимодействовать, из них что-то сотворить, тебе надо стать в звуковом смысле странным человеком. Так как и есть, ну а что-то на умове не странно, что ли? Ну это Руслан Ильинов пишет, спрашивать ничего не хочется, хочется наслаждаться игрой маэстро. Руслан, я вам больше скажу, мне и спрашивать ничего не хочется, просто слушать, слушать и слушать. Давай что-то еще поиграем. Да. Что это будет? Кстати, как называлось первое произведение? Это важно. Первая композиция называлась «Шкодный блюз». Следующая? А следующая будет называться «Никак не похоже на блюз». Это уже будет песня. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Юрий Наумов здесь сегодня. Поехали. Перелегте Встреча, бэйба, перевеселей. Они калечат, бэйба, нам похоже не уцелеть. Никто не вечен, бэйб, хотя они жмут на все тормозы. Вот будет встреча, бэйб, когда мы все возвратимся на сэн. Но таковы нравы, бэйб, таковы времена. Мы будьте правы, бэйб, но нас все равно позабудет страна. Но наше право, бэйб, самим выбирай именно. В игре без правил, бэйб, где ни покрышки, ни дна. У нас все равно, бэйб, рок-н-ролл, мя-мя-мя-май. А-на-на-на-на-на-на, бэйб. Я, кажется, слююсь. Наверное, нервы, бэйб. И это никак не похоже на пусто. Если честно, бэйб, идти против шерсти во всех времен, но. Немалая честь, бэйб, за нее мы заплатим сполна. Берегче, бэйб, береги сильней, взвалим на трещи, бэйб. Если нам в тяно уцелеть, да, нам споют асанну, Нам промоют на все голос. По дороге с Анной мы возвратимся назад Мы все возвратимся назад Мы все возвратимся назад Мы все возвратимся назад Мы все возвратимся назад Когда никто не вернется назад Мы все будут вечны, бред, когда пройдут свой путь в небес До скорой встречи, бред, никто из нас не вернется назад И ни один не вернется назад Субтитры сделал DimaTorzok Тут пока ты поешь, играешь, народ рассуждает, как он это вообще умудряется делать в одну гитару А кто-то пишет, что это выше понимание практически любого человека Он просто достиг музыкального дзена И с этим трудно не согласиться Ну, во-первых, могу сказать, начиная вот эту часть эфира Что я преклоняюсь всегда перед творцами Я всегда уважал и, так сказать, с пиететом относился к людям, которые что-то изобретают новое Что-то приносят новое, что-то делают невероятно интересное Как ты умудрился, вот скажи только честно Это же был период, ну и того же Креново моста Там ты поиграл немножко, ты все-таки успел Нет, я там не играл Ну, сотрудничал ты с ним каким-то образом Нет, нет, нет Это ошибка, что ли? Это, в общем, ну, скажем так, misinformation, да К моменту, когда Дима формировал свою группу, я уже, в общем-то, убегал из Новосибирска в Питер То есть речь идет Я покинул Питер в декабре 1984 года И как раз вот на подступах примерно вот к этому времени он сделал свой первый состав Хорошо, проходной двор — это твой коллектив? Это мой коллектив Вот, ты все же вступил на эту, как бы сказать правильно, скользкую дорожку так называемого русского рока Который пошел потом с этим флагом русского рока Потом с нее слез, сполз, спрыгнул и уехал в Штаты, как я понимаю, да, имея в виду твою историю Во-первых, как тебе удалось не увязнуть во всем этом? В том, что сейчас называется таким великим... Я сейчас хочу такие хорошие слова подбирать пытаюсь У нас эфир 12+, когда мы говорим о русском роке, меня начинают выколбашивать изнутри И я потихонечку теряю самообладание Так вот, как ты умудрился сползти с этого всего и найти свой путь? Просто потому, что ты ведь не один из них... По-моему, вообще один на моей памяти человек из российской музыкальной тусовки Кто не пытался адаптировать западную или американскую, или британскую музыку под русское звучание А просто изобрел свой стиль, свой абсолютный стиль Даже гитара девятиструнная... Это твое изобретение, на секундочку? Да Скромно сказал он Да Ну как так можно? Ты гордиться собой должен Передо мной сидит бронзовый памятник Вот передо мной сидит бронзовый памятник Настолько прост и настолько скромен, что даже страшно становится, ей-богу Он изобрел тот инструмент, на котором играет Это девятиструнная полуакустика, да, это же все-таки подзвученный инструмент Ну или акустика, как хотите Акустика со звукоснимателем Со звукоснимателем, да Он изобрел кучу 26 авторских гитарных строев Он умудрился не попасть в просак, говоря языком немножко ругательным Когда все-таки ушел с этой дорожки так называемого ансамблевого исполнения в стиле русский рок И стал лучшим гитаристом в Америке, на секундочку На музыкальном мировом конкурсе, правильно я понимаю? Ну, был конкурс в Нью-Йорке Это, наверное, все-таки не все американские Это был главный город страны Ну да, там получилось Так вышло, да? Случайно так Ну, приехал из России мальчик, да, сыграл на конкурсе в Нью-Йорке Стал победителем, ну так вышло Семен, ну я могу тебе сказать, что когда ты снаружи, да, там этот триумф отповел Когда ты внутри, ты видишь, на каких тонких нитках эти штуки подвешены То есть я могу тебе сказать, да, я сыграл там прилично Да, я могу себе ударить пяткой в грудь и сказать, что да, я был круче всех Но сыграло значение не только и не столько это А то, что я играл третьим по счету Вот там было около сорока выступающих Если играл бы, допустим, двадцать седьмым Со всеми своими наворотами, со всеми своими крутыми соло Я был бы уже нафиг никому не нужен Просто потому, что внимание людей замылилось Примерно после пятнадцатого выступающего То есть меня воспринимали еще на свежий слух И вот этот фактор, то, что был третьим, а не двадцать пятым Вот он сыграл прилично Дай мне погордиться немножко тем, что я нахожусь в одной студии В полуметре от мировой звезды Что значит, если бы ты не третьим сыграл, а сороковым Ты должен говорить, да Нет, я должен так говорить Да неважно, каким ты по счету играл Хоть сорок первым из сорока Ты все равно сыграл лучше других И именно поэтому получил звание лучшего гитариста Нью-Йорка Там наверняка же не только американцы играли, правда? Не только жители Нью-Йорка играли Нет, там было какие-то штатов пять Пенсильвания, Массачусетс, Коннектикут и... И Новосибирск 46-47, это короткий номер для СМС Кваш, сначала пишите свои про Бельчика А дальше уже все, что хотели бы сказать или спросить Мало ли, какие у вас мысли сейчас в голове пробегают Их должно быть много Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые хоть что-то понимают в музыцировании Вы поймите правильно Это один человек, один Он играет на одном инструменте Но как он это делает, для всех загадка Для меня тоже, хоть я это и вижу прямо близко от себя Песенки у тебя не короткие, дорогой мой? Давай, наверное, что-нибудь еще споем сейчас Или сыграешь? Я его сыграл Окей, как скажешь Как называется это? Это будет называться «Ночь на хайвее» Как всегда, живой звук в программе «Живые здесь сегодня» Юрий Наумов Поехали Как всегда, живой звук в программе «Живые здесь сегодня» Юрий Наумов Играет музыка 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 «Живые здесь сегодня» Юрий Наумов Юрий Наумов Юрий Наумов Юрий Наумов «Живые здесь сегодня» Юрий Наумов Юрий Наумов «Живые здесь сегодня» Юрий Наумов «Живые здесь сегодня» Юрий Наумов «Живые здесь сегодня» Юрий Наумов Юрий Наумов «Живые здесь сегодня» Юрий Наумов Юрий Наумов «Живые здесь» Юрий Наумов «Живые здесь сегодня» Юрий Наумов И понимает, надо поддержать Надо приехать побарабанить тоже вместе Это индикатор того, что душа вибрирует Душа, да Душа вибрирует, если она отзывается на что-то Если она откликается Вот что Уграицкая, пишет Василиса Ну, Василиса, я не знаю, где, не знал Если запомню, что вы Уграицкая А не Уграицкая, уж простите, не обижайтесь на меня Если вдруг мне там ударение ставлю Что касается таких вот моментов Связанных прежде всего Самодостаточность Ну, совершенно понятно же, да, что Любой человек в любой профессии Стремится к какому-то идеалу Может быть, к какому-то, скажем Консенсусу с самим собой Так условно, да, назовем эту историю Когда человек добивается какого-то успеха Ну, я имею в виду профессионального успеха Вот тут возникает чаще Особенно, если это человек достиг этого успеха Где-нибудь так в возрасте еще довольно молодом Возникает дилемма, даже проблема И такая внутренняя борьба с самим собой А дальше что? Ну, я уже достиг чего? Как говорят, что мужчина к 30 годам должен дом построить Сына вырастить и дерево посадить Да? Ну, я могу сказать, что в 30 лет у меня это и было Потом, правда, как-то кризисы пошли один за одним Ну, дети, слава богу, растут И деревья, наверное, еще не попадали Но, тем не менее, бывают разные эпизоды в жизни Ну, ты достиг невероятного мастерства И невероятного успеха профессионального в том, что ты делаешь А ради чего ты это делаешь дальше? Ты понимаешь, дело в том, что есть просто Некий самодостаточный смысл в звуковом взаимодействии То есть просто, скажем так, есть некие фарфоровые слоники Которые при благоприятных обстоятельствах могут от мира извне на тебя посыпаться Но они в этой цепочке, они в зоне следствия не причины В исходнике это вот этот момент живой, неприходящей радости от взаимодействия со звуком И это было сначала, то есть просто это поначалу, я услышал Битл в 6 лет Это был шок, и это был момент радости от взаимодействия со звуковой вибрацией Но тогда было посредованно То есть ее поставщиками был кто-то иной А я был просто на принимающей стороне Но с момента, когда мне попадает гитара в руки, это без малого 12 лет Вот этот момент звукоизвлечения, это даже тактильный ништяк Вот просто ты берешь, у тебя вибрирует струна под пальцем И внутри тебя все ходит ходуном Если ты попадаешь в какие-то правильные пропорции, в какие-то правильные гармонии Это момент просто, ну вот передачницы живые Вот ты внутри, ты жив в этот момент И это неиссякаемая вещь То есть я могу тебе сказать, что мне посчастливилось Может внутренний ресурс удивления И стремление к этому настолько огромен внутри Что пресыщения не возникло И потом, вот опять же, та штука, о которой я говорил в самом-самом начале передачи Что возникает критическая масса наработанного опыта, налетанных часов И остаточного магнетизма Ты повернул в сторону, то есть ты что-то поворачиваешь внутри себя Или снаружи там с инструментом То есть ты можешь сместить систему координат, и ты снова новичок И тебе снова есть что открывать То есть иными словами, когда у тебя иссякло конкретно вот это данное поле Есть мир, есть доступы туда Какие-то заветные тропки или сокровенные измерения Когда ты можешь разомкнуть вот эту замкнутую капсулу И там ты снова с нуля И там снова есть непознанные, неизведанные миры А тебя торкает, как ребенка, как тебя торкало когда-то в начале И это, в общем-то, я понимаю, что пресыщение происходит у людей Которые свою капсулу изъездили и сходили вдоль и поперек И не смогли разомкнуться дальше Мой, наверное, случай, он тем и счастлив, что я смог разомкнуться У меня возникли вот эти отмычки к другим звуковым шкатулкам И их у меня на связке много Я сейчас опять же буду бурчать, наверное, как какой-то такой старикан Молодым музыкантом обращаюсь Вообще к молодым творцам, к тем, кто занимается творчеством Вот с кого надо брать пример Нужно уметь себя набело, ну, скажем, начисто Что-то как чистый лист Стирать полностью для того, чтобы получать информацию заново Я уверен, что ты не только в музыке так И не только к музыке так относишься Вероятнее всего, ты умеешь открывать какие-то новые для себя Непонятные, возможные, пока еще до сих пор неизведанные вещи Не только в музыке Скорее всего, это и просто, не знаю, созерцание Литература, кино, живопись Я почему-то в этом убежден Мне кажется, ты как ребенок умеешь радоваться Совершенно простым, казалось бы, и понятным вещам Ну, в принципе, ты понимаешь Слушай, я могу тебе сказать По моим наблюдениям За теми людьми, которые стартовали Примерно в одно время со мной И которых сдвинуло в это с такой же силой, как меня Но которые потом стали сдуваться Я просто видел, что там В случаях с моими Ну, как бы С собратьями там по разуму Или там коллегами по цеху Там происходит такая штука Что происходит момент подмены в какой-то момент Когда вот как раз вторичная вещь Социальное вознаграждение Заслуги То есть вот, допустим, ты изначально начинаешь с вибрации Но потом в какой-то момент Ты хочешь быть пенсионером союзного значения И вот этот вот слоник огромный фарфоровый Который ты держишь в лапах И готов предъявить его маме, папе Людям, которые выступали в твоем жюри Им надо было явить Некие вещественные доказательства своего успеха Именно социальный такой вещдок Что я состоялся И вот у меня в руках вот Грамота, диплом, какая-то золотая статутка Что-то, что может обналичить мой статус чемпиона Потому что без нее в мире странно Иначе, ну а чё ж ты дурью-то маялся все эти годы Ты нам ничего не можешь предъявить Где этот слоник-то И просто у многих людей происходит момент Внутренней подмены Когда слоник становится вдруг самодавляющей Вот этой субстанцией А стартовая вот эта вот радость С которой все начиналось Она отодвигается на второй план На третий, на пятый И потом вообще исчезает И возникает момент Когда уже в погоне за этим слоником Тебе есть что обналичить А внутри ничего не выбирают Тогда у тебя уже глаза маринованного судака И ты смотришь на все это И все твои стенки Они в послужных списках В грамотах и в слониках Просто мне, наверное, повезло И благодаря Советскому Союзу Я выпрыгивал отсюда в Нью-Йорк Будучи, в общем-то, полуподпольным музыкантом То есть мне не отломились кремлевские дворцы Какие-то крутые связи Какие-то платни на водистке То есть вот именно момент Вот этого слоника Или этой золотой статуэтки Когда это был лакомым куском И этого хотелось Это не отломилось И вот в тот момент Когда ты говорил, что ты был на перепутье Земную жизнь пройдя до середины Я оказался в сумрачном лесу То есть вот когда на подходе к сумрачному лесу Мне не всучили этого слоника в лапы А потом, ну так, поелозив По этому сумрачному лесу В какой-то момент я думаю Ну нет его и слава богу Вот, а в какой-то момент Эти слоники могут посыпаться Могут не посыпаться Но вот это Первичный вот этот смысл Соприкосновения Вот с этой вибрацией В которой есть вот эта исходная радость На которую твое сердце реагирует Как на самую главную драгоценность Не произошло в обмен Она устояла внутри меня Несмотря на то, что Ну я сейчас уже такой зрелый мальчик Мне 54-й год идет Как шестилетний ребенок В исходнике Вот соприкосновение с этой звучащей вибрацией Это самое колоссальное вознаграждение Которое только может быть Благодаря тому, что Вот этой тканевой подмены не произошло А эти вибрации все еще слетаются Ко мне, я им радуюсь как ребенок Сегодня редчайший эфир Я, по-моему, три реплики сегодня успел сделать И даже больше не хочу Юр, говори, дорогой Это так красиво Удовольствие слушать Я просто прочитаю одно сообщение После чего ты сыграешь и споешь Петь ты будешь сейчас? Да А что это будет за песня? Я думаю, что, видишь Поскольку у нас до конца первого часа 15 минут Он даже за этим успевает следить Ну послушай, я не хочу просто Понимаешь Ну давай-давай, какая будет песня? Я думаю, что это будет рожден, чтобы играть Хорошо Прежде чем ты это сделаешь Я прочитаю сообщение от Сергея Дудникова По-моему, еще не было в живых Это не, я сейчас говорю Такого напора Такой мощи и такого гения Мне кажется, что Юра своей музыкой Может снести эту студию Все вокруг и всех нас Спасибо огромное за этот эфир Моя заболевшая восьмилетняя дочка Прибежала из кровати Папа Это Наумов И сидит не может оторваться Еще бы хотелось услышать от Юры О майке Ну, об этом мы, естественно Тему эту поднимем, безусловно Ну что, надо петь Класс, спасибо большое За сладкие слова Как всегда, живой звук в программе Живые здесь сегодня Юрий Наумов Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Мама, поколенью душевных коллег. Мама, поколена моя сонных лет. Мама, я о тех, кто сидит на игле столько лет. Мама, правота неимущих права. Они голые, мама, но у них на плечах голова. Мама, я о тех, кто не верит в слава. Мама, жизнь сквозь проходные дворы. Мы бежим, позовусь, что под нами обрыв. Я рожден, чтоб играть, кто поставил меня в ней игры. Мама, мама. 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 Мама, для меня свет не свет Моя жизнь — это звук, что на тысячи ватт Мама, разве я виновата? Почему там тепло, а у нас холода? Почему там клондайник, а у нас кулунда? Мама, почему меня тянет туда? Против нас нынче вся королевская рать Мама, чтоб выжить, я вынужден врать Что поделаешь, мама? Я не хочу умирать Мама, ой, 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 ой Мама, ой, ой, ой Мама, ой, ой У меня нет теперь никаких гарантий от ран Слишком поздно, мама Я уже заступивший за грань Но, мама, я рожден для того, чтоб играть Подыграть В этом конкретном случае Безусловно, когда песня длинная Когда произведение долгоиграющее, скажем так Это в какой-то момент может вызвать Ну, человек долго слушает одно и то же В твоем случае удивительная история Не хочется, чтобы это Прекращалось, вот правда Как ты этого добиваешься? Что у тебя в этих струнах? Чем ты заполняешь струны изнутри, скажи мне, пожалуйста? Что за веселящее или магнитирующее Магнитивое сознание вещество там у них, скажем? Я могу тебе сказать очень прикольную вещь И это то, что приходит как раз с возрастом С моментом некоторой зрелости То, что ты как музыкант, как звуковой художник Научаешься с годами делать Это тонко и выверенно Интегрировать элемент тишины Элемент не звука в звук То есть вот этот момент, когда ты ищешь на стыке Ты находишь выверенную пропорцию между действием и недеянием Между пустотой и заполненностью И вот этот момент, когда элемент тишины Который становится интегральным элементом композиции Это странная вещь, которая поначалу не приходит в голову То есть у тебя могут быть удачные какие-то прорывы Когда ты по наитию можешь к этому подкатиться Но для того, чтобы сделать это осмысленно Либо ты должен сам до этого догадаться На этот год Либо должен быть какой-то умный дядька-сенсей Который тебя этому научит У меня не было дядьки И я учился этому сам И я стал втыкаться в это где-то уже после сорока Что элемент тишины как интегральный элемент звука И вот у меня, например, этот номер Ему больше тридцати лет И его сочинал мне было двадцать три года И я его играл в полтора раза быстрее Я торопился У меня был, ну знаешь, вот этот адреналин Выплеснуть, выкричать это все Она еще стала помедленнее И вот как раз вот этот вот кайф Кайф уже вот зрелого роконрольного чувачка Когда ты на такой крейсерской скорости Не слишком быстро Тебе не надо вот стать победителем формулы А1 Там прийти к этому Вот схватить этого золотого там слоника, да Там победителя в гонке Ну что, в толпу девушек тебе ходить уже не надо Они сами придут, ты посидишь и подождешь Давай мы будем нормальным языком общаться уже Роконрольным Взрослый человек, взрослый музыкант, взрослый творец Он уже не думает о том, как ему кого-то завоевать Он просто делает свое дело и этим завоевывает Ну так вот магнетизм, да Ответ на твой вопрос, что там Типа веселящий газ Там в струнах Там просто правильно интегрированы элементы пустоты, тишины Там не звука И когда Ну, в общем, пузырьки воздуха в воде То есть в итоге был, да, веселящий газ В итоге ты мне ответил на вопрос правильно Слушай-ка, а есть что-то у тебя минут на пять? Вот прямо сейчас, чтобы час закрыть произведение Да, есть Давай, что это будет? Это будет композиция «Пинг-понг-блюз» Ох, его, кстати, просили Как всегда, живой звук в программе «Живые» Сегодня здесь С придыханием говорю Юрий Наумов После этого произведения мы ненадолго прервемся Потом вернемся в студию Да, сейчас Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну что ж, двинемся дальше. Напомню, сегодня в «Живых» Юрий... Звучит хорошо. В программе «Живые» сегодня Юрий Наумов. Давайте так. Мне кажется, так будет корректнее немножко. Не верится, что все в реальном времени происходит. Звук отменный. Юрий Наумов. Бог просто. Кайфово слушать. Наташа Макешина пишет. Но звук в программе «Живые» всегда отменный. Это я тем сообщаю, кто слушает нас, возможно, впервые. Ну, может быть, не так часто удается людям слушать программу. Мы, в общем, ради этого здесь и находимся, чтобы создавать качественный звук и делать все возможное для музыкантов, чтобы они могли себя реализовать. Ну, а уж Юрию себя реализовывать, мне кажется, незачем. Ему просто нужно передавать свое мастерство. Я вот что хочу сказать. Прежде чем мы двигаемся дальше. Обычно сразу после паузы идет какое-либо произведение от гостей. Но я не могу об этом не сказать, потому что мысль пришла, и не хочу ее потерять. Блюз – это состояние души. Наумов играет, конечно, блюз, но это не совсем блюз. Условно говоря, вот это, на мой взгляд, и есть русская музыка. И по мне это большое упущение. Сейчас я в качестве упреку, возможно, а может быть, как подкидывая идею. Большое упущение, что Наумов нет своей школы. Мастер-классы – это мастер-классы. Человек пришел на мастер-класс, получил какую-то информацию для себя. Возможно, он ее воспользуется, возможно, нет. Мне кажется, что нужно успеть... Сейчас я обращаюсь, возможно, и к тем, у кого есть какие-то, может быть, средства свободные для того, чтобы это устроить. Мне, ну, думается, нужно открывать школу Наумова. Школу русского народного или национального, как хотите, блюза. Потому что то, что делается сегодня в студии, в моем ощущении... Потому что здесь флюида своеобразная в этой студии. Она намоленная, что называется. Огромное количество музыкантов тут побывало. Здесь витают такие удивительные фрустрации, знаешь ли, такие удивительные тонкие, с которыми иной раз и бороться невозможно. Заходишь в эту студию и понимаешь, что ты в нужном месте. Так вот, было бы грешно, мне кажется, не организовать, не открыть свою собственную школу. В которой как раз и учить российских пацанов или девчонок, в зависимости от того, кто хочет взять в руки инструмент, играть русский народный блюз. Так, чтобы, наконец-то, мы могли с гордостью сказать, что не мы рок-н-ролл у кого-то утянули, а у нас теперь учатся играть классную, правильную, настоящую, живую музыку. Я не знаю, что ты думаешь по этому поводу. Сейчас я высказал всего лишь свое жесткое пожелание, как хочешь. Ну, смотри, я могу тебе сказать только одну вещь. С моей колокольни, по крайней мере, сегодняшней, для меня идея школы, она сразу была бы запараллельна с идеей профанации, того исходного посыла, которому я себя посвятил. Объясню, почему. Почему, смотри, сейчас, когда ты имеешь дело с неким состоявшимся художественным результатом, и он тебе по кайфу, он тебя торкает, и ты говоришь, ну вот, чувак, у тебя это получилось, теперь иди и учи. А я говорю, Семен, смотри, у меня это получилось на предпосылках феноменальных, восхитительных ошибок, которые со мной произошли по пути. Когда я хотел поставить руку на какой-то лад, а он съехал, а палец съехал, и хотел его поставить на какую-то струну, а палец сбился и попал на другую. Почему у тебя одного, блин? Ты понимаешь, но дело не в этом, дело в том, что происходило потом, у меня включались ушки на макушке, я типа, опа, что это было? Я начинал целенаправленно искать, но эта гитара, которая феноменально перестроилась на балконе, на тон вниз, это слетевшим на не тот лад или не на ту струну палец. То есть, иными словами, во многом моими союзниками были мои же ошибки, то есть, когда не просто ты споткнулся и упал, и ты тут же поднялся, а ты споткнулся и упал, и выяснилось, что ты упал рядом с норой, куда убегает кролик, и который ведет в зазеркалье. С этой точки зрения, школа впервонаперво, это некая парадигма несовершения ошибок, когда я, вот как правильно, и тем самым это на входе, это пресечение ровно того самого пути, по которому... Сам, Юра, сам говорил чуть раньше, что у тебя не было того дяди, который тебе мог передать опыт, а я говорю, что ты есть. Смотри, какая штука. Ты упал с этой норой, в которую убегает кролик, 53 раза за свою жизнь. Людям не удается ни разу шмякнуться, блин, рядом с этой норой. Ты падаешь с ней периодически, открываешь массу всего, что касается музыкального, я не знаю, музыкальной истории, ведь тебя наградили в Штатах, пардон, за вклад в мировую музыку, на секундочку, это дорогого стоит. И ты при этом говоришь, что ну я вот упал, почему-то другим не удается упасть рядом с этой норой, а ты падаешь рядом с ней на протяжении всей своей жизни, это знак. Знак того, что ты обязан передавать свой опыт. Научить людей падать рядом с норой. Или упавший с этой норой, взять-таки оттуда нужный тебе опыт и передать его другим. Хорошо, что Рома Чехов не гитарист, а басист. Я думаю, он иначе бы уже сейчас пошел бы и вздернулся, глядя на то, как ты это делаешь. Нет, нет. Ни один гитарист, сидя рядом с Наумовым, не может считать себя профнепригодным, мне кажется. Ни один не может считать себя профпригодным, находясь рядом с тобой. Так вот, я высказал всего лишь свои пожелания, просто потому что убежден, абсолютно убежден, с этого могла бы начаться славная история российского блюза, если хочешь. Настоящего, такого, корневого, именно российского, изобретенного в России. Пора уже, все, надо импортозамещением заниматься. Надо заниматься импортозамещением. Что будешь играть дальше? Что буду играть дальше? А перед тем, как обозначить то, что буду играть дальше, я хотел бы пару слов сказать на тему, которая в последнее время оказалась на близком расстоянии от меня. Сегодня у нас вечер 19 февраля, позавчера было 17 число, и прошло 28 лет с тех пор, как ушел из жизни, наложив на себя руки Саша Башлачев. В моем поколении это, наверное, был самый мощный художник слова, по крайней мере, из тех, кто не писал в чистом виде, но сочинял и при этом прикасался к струнам. Он был признан в качестве гением моим поколением, причем признан легко и быстро, ровно потому, что я склонен думать, почему. В 80-м году ушел Высоцкий летом, и когда Башлачев появился в столицах на границе лета и осени 84-го года, в конце от ухода Высоцкого и появления Башлачева, они были хронологически близки, ну, 4 года. И наиболее чуткие из нас довольно быстро воткнулись, что в его лице мы имеем дело с гением такого же калибра, с размерной величиной. У меня состоялось несколько концертов осенью 2015 года, и они оказались так или иначе связанными с Сашей. У меня был концерт 29 ноября в Череповце, и на мой концерт пришла мама Саши Башлачева и его младшая сестра. И мама была потрясена до слез, и потом они позвали нас с Юлей к себе на обед на следующий день. И мы просто общались, и я говорил о каких-то вещах довольно таких лобовых и сокровенных по поводу того, что я думал в связи с Сашиным уходом, и это был поразительный опыт. Причем Нелли Николаевне 77 лет, абсолютно живой, пластичный, очень невероятно эластичная душа, невероятно эластичный интеллект. То есть для человека, которому без малого, ну, на поступках к 80-м, просто блистательно. Я был в восторге. Вот, и мы оказались как раз в доме, где Саша рос, в Череповецкой-то квартире. А 6 декабря, буквально спустя неделю, у меня был концерт в Калуге. И после концерта ко мне подошел замечательный человек по имени Володя, который сказал, когда ты уезжаешь в Москву? Я говорю, на трехчасовом поезде. Он говорит, отлично. Выяснилось, что он звонарь в храме, и он ждет меня в 11 утра на Звоницу, и он мне хочет показать колокола. И когда мы с Юлей пришли... Время колокольчиков. Когда мы пришли в Звоницу, там был второй парень, который, зная, что я приду, он тоже подтянулся, потому что мои песни созвучны. И он мне поведал потрясающую вещь. Ребята, приколитесь. Я узнал от людей. Второй парень, он принимал участие в восстановлении храма в Калуге, а первый парень, который позвал, он звонарь в этом храме больше 20 лет, и он проводит фестивали звонарей. Что они мне рассказали? В православной традиции не принято отмаливать самоубийц. Но существует способ, как это можно, тем не менее, сделать. И он есть не в священных писаниях, а в священных преданиях. И он таков, нужно на языке колокола мелом написать имя человека, наложив шов на себя руки и удар в колокол, будет актом отмаливания самоубийцы. Когда я выслушал это, меня это потрясло. Говорит, у вас есть мел? Они порылись, нашли мне маленький кусочек синего мела. Там было в Звонице пять колоколов, я ударил плашмя ладонью по всем пяти, и там был один нижний, массивный такой, и пятеро небольших, сравнительно небольших. И вот второй, извод верхних, он оказался невероятно созвучен мне по вибрации. И я мелом на языке этого колокола, который мне оказался созвучен, я написал Саша Башлачев и уже сильно дернул за веревку и ударил сильно в этот колокол один раз. И в этот момент я понял, каким должен быть памятник Саше Башлачеву. У него была вот эта строка, если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. И памятник был вот отлитый ему колокол с его именем на языке, чтобы каждый, кому это небезразлично, мог в него ударить и тем самым помолиться за его душу. А песня, которую буду исполнять, она невольно оказалась посвящением ему. Она сочинялась не для этого, совсем не по этому поводу, но последняя строчка была написана в канун его ухода. Она была написана в пять часов утра, а в десять часов утра я узнал о том, что он выкинулся из окна. И когда шок прошел, я подобрал листки с пола и увидел, что информация о том, что должно произойти, просочилась заранее в строчке этой песни. Композиция, которая называется «Ночной полет», части первая и вторая. Юрий Навуф. Программа «Живые». Это так легко быть закрытым, Это так легко обравдаться в том, что земная слякоть века до дня забирает в плед. Юрий Навуф. Программа «Живые» Попробуй найти смысл в том, что я не молчу. Тысячи детей земли шли в сторону рвав, и я им подобный, но все же помогись в ночь, когда я взлечу. Я хочу попробовать смысл, верь мне, я не хочу наследить, но пойми, я не хочу уйти без следа. Ты самоубийца, наверное, легче, чем победить, но пойми, еще легче предать. Да, я воистину слаб, слабее, чем они и слабее, чем ты, но зато я острее всех вас ощутил, каково быть открытым. Та волна, что сюда занесла мою книгу, в которой отбили лишь густые листы. В эту ночь послу подарила мне крылья. В эту ночь подарила мне крылья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Калион Калион Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Смерть набредет на заре Сделать последний разрез Здесь, в песне подстреленных птиц И на рассвете отпятая клёвка Там хриплым ударит из горла весна Наша последняя ночь Свалится с кончиков спеть Сметая звезды с пути С золотой грязницы На все времена сжигающие нас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, после этого произведения должна быть долгая тишина И размышления, и медитация Просто потому что после этого говорить о чём-то серьёзном Или несерьёзном, тем более Практически невозможно Ну, прочитаю всё-таки вопрос Так, чтобы не уйти от этих всех А нет, давай делаем вот как Наверное, так будет правильно Концерт Когда у тебя ближайший концерт? Ближайший концерт у меня По стечению обстоятельств завтра Ух, надо же Так, где? Есть в Москве такой доблестный зал Который называется Московский дом музыки И в нём есть целых три зала Самый славный из которых Называется театральный Милый зал, который сделан в виде амфитеатра И там будет первый день трёхдневного фестиваля Который называется «Гитара от классики до рока» Этот фестиваль проводится четвёртый год И в этом году я впервые приму в нём участие Почему? Впервые ты? Впервые в фестивале, посвящённом гитарному? Ну, видимо, фестиваль нужно было Набрать какие-то обороты Окрепнуть Созреть Ты дорогой артист, я понимаю, да? Вот Во всяком случае, получается, что Я выступлю в первый день фестиваля И завтра в семь часов Я приглашаю всех в театральный зал Московского дома музыки В котором я буду отжигать Не по-детски Ну, уже все поняли тех Может быть, не знал тебя раньше Поняли, что такое отжигать По-наумасске Действительно так Всё, теперь Надо бы об альбоме, наверное, всё-таки, да? Поговорить Есть же в ближайших планах альбом? В ближайших планах есть Вот у меня был совершенно такой пламенный Краудфандинг в 2015 году Вот, ударный капитал на альбом собран И я приступил ко всем необходимым процедурам Для того, чтобы эта работа состоялась Чтобы она была на уровне И я рассчитываю к истечению календарного 2016 года Разродиться этой работой И предъявить свою духовную бабечку в мир Вот В пелёнках, в распашонках, в ползунках И надеюсь, что потом ещё и крылышки То есть до конца этого года всё-таки Я рассчитываю Я суеверен, но я рассчитываю, что до календарного До истечения 2016 года я выйду в мир с работой Замечательно Ну, просто эти вопросы тут тоже задавались Я сейчас не помню, где, где-то, по-моему, на планете в чате Да, кто-то просил об альбоме рассказать Видимо, следили за краудфандингом На планете собирал? Да Замечательное место, кстати, для творческих людей Замечательное место Интересно будет ещё узнать, пишет Олег Барабанов Будут ли ещё коллаборации с Сергеем Калугином? Хотелось бы услышать мнение Юрия на сей счёт Дело в том, что тот концерт СДХ, который состоялся Это было, в общем-то, чистой воды авантюра Я с Сергеем знаю давно В общем, получилось так, что он дебютировал На одном из моих московских квартирников Осенью 1986 года У нас с ним разница в 6 лет Я 62-го, он 68-го И в ту пору Мне было, соответственно, 24, ему 18 То есть ты уже был взрослый, матёрый Да, я был такой рок-н-ролльный, андеграундный, зверюга А он был такой Так, забежал сюда Ну, не забежал, нет Дело в том, что у него был невероятный протеже У него была совершенно потрясающая девочка Которая потом впоследствии стала клавишницей группы У Натальи Гулькиной Вот И эта девчонка Мы сейчас не улыбаемся С 15 лет Она ходила на мои квартирники И ровно с её подачи Она говорит Слушай, есть такой молодой, крутой, талантливый парень И Можно ты ему предоставишь окошко На своём концерте Чтобы он срубил пару номеров И говорю, не вопрос Только единственное, что Чтобы избежать обломов со всех сторон Давай так Я отыграю свой сет И потом после последнего номера Я объявлю, что вот есть такой человек И попрошу людей его послушать Но это вольному вольнице Если люди останутся, они останутся Если люди будут расходиться Это как бы уже вне моей юрисдикции Вот На то мы порешили И до осени 86-го года Я представил свою эндегранную аудиторию Сергея Калугина А потом у нас состоялся этот авантюрный, безумный концерт Когда я летел из Нью-Йорка в Москву В феврале, чтобы этот концерт сыграть Я был не уверен, что я отобью Свой трансатлантический перелёт И то, что набился полный зал То есть мы оба смотрели Вот так вот, раскрыв варежки То есть что происходит Будет ли шанс на повторение Я не буду зарекаться У меня свой плотный график У Сергея свой Но кто знает Может быть Может оно и случится В общем Долго отвечал, но в конце концов ответил Что может быть Оно и случится Это, я думаю, на радость тех Кто об этом спрашивал Кто этим интересовался Надо бы что-то ещё Что это будет? Так, что это будет? Дело в том, что мы говорили о блюзе Надо сыграть блюз Надо сыграть блюз До сих пор Хорошо Ну вот именно такое То есть в моём классическом понимании Этого дела Хорошо Как называется этот блюз? Возвращение блудного сына Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Юрий Наумов Возвращение блудного сына Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Мама Мама Бесповоротно Субтитры Алексею Дубровскому Мама Мама Я здесь Где же еще мне взять силы Возвращение блудного сына Возвращение блудного сына Мама Поскольку Поскольку конечно Все кроме Мама По следам уходящего Лета Бега По ладам уходящего Блюза Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Но Как это долго Господи Как все это долго Мама Я здесь Я снова Мама 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 Скажите, Елочка, ты живет из семьи медиков, правда? Да. А психотерапевтов не было в твоей семье? Я бы сказал, психиатров даже. Старше брат Спасибо, я подтвердил свои догадки. Настолько психотерапевтичного творчества, вот серьезно, я наконец-то нашел эпитет, да, как назвать творчество Наумова. Это психотерапия чистой воды. Кто-то писал психодел, кто-то там были какие-то такие реакции, кто-то писал, что русский народный блюз. Вот с русским народным блюзом я не спорю. Но это вот не знаю другого тезиса, не могу пока найти. Это действительно такая совершенно удивительная история, когда я понимаю прекрасно, что то, о чем ты поешь, это это тяжело, это глубоко, это ковыряться надо в себе и в окружающих людях. Это нужно понимать немножко больше наверное о людях и о жизни, чем понимает среднестатистический обыватель. Психотерапия чистой воды. Сегодня сеанс психотерапии, я лечусь. Вот лично я излечиваю сейчас от своих, возможно, больных каких-то проблемных мест. Прикладывать Наумова дважды в день надо. Я имею в виду в данном случае музыку, безусловно. Это такая магия, мастерство, талант, удивительный творческий путь, жизненный опыт. Столько много всего, а все просто магия, которая исходит от этой музыки и свет, который дарит этот человек. Вот Юлия Усова написала. Это медитация. Чтобы как ты не делал, входишь в эдакий транс. Очень нечасто такое со мной происходит. Только Джанго и Калугин до сегодняшнего дня так на меня влияли. А теперь произошло для меня еще открытие. Я счастлив. Никита Дмитриев. Наташа Макешина, расскажите о вещах, которые повлияли на вас в подростковом возрасте не только в плане музыки, но и в плане некоего мироощущения, создававшегося у вас в то время. Непростой вопрос. Нет, на самом деле вопрос, Семен, вопрос достаточно внятный для меня. Да, я понимаю. Поскольку, как бы, таких шоковых столкновений было мало, они запомнились все, и они шли с такими, в общем-то, временными интервалами очень классными. Я услышал, что Битл в 6 лет это шок, и это вот момент инициации, это вот просто, это от них. 14 лет, Лед Зеппелин. И это тоже невероятный подарок, просто вот момент уточняющий. И потом инициация уже просто в пласт русского языка, потому что звуковой меня вот эти два имени, они меня, в общем-то, сподвигли и поставили. То есть мне был просто предъявлен некий уровень возможностей, и это была потрясающая волна вдохновения. Ну, в общем, действительно, это инициация. Она идет от Битлз, и потом вот такой момент. Проявитель и закрепитель, да, как было в старой аналоговой фотографии. И на подступах к 20 годам я услышал Майка Науменко, и впервые услышал рок на русском языке, и я увидел, что это рок-язык. Он настолько, он благодаря вот этим лобовым переводам Дилана, благодаря лобовым переводам в принципе каких-то основных рок-н-ролльных английских столпов, вот в этот момент, вот этого лобового перевода, Гребенщиков и Майк, кстати, каждый по-своему, каждый на свой манер, но вот это, когда all I want is you, это в лоб переводится, не ты, ты, там, ты мне желанно, все, что я хочу, это ты. То есть это безграмотно с точки зрения именно рафинированного русского языка, но вот в этом лобовом, безграмотном подходе вдруг открывается какое-то невероятно сокровенное измерение, в котором есть какая-то вот сырая, грязная городская правда моей эпохи. Вот этот момент, то есть для детей, которые так же, как я, росли в каком-то крупном советском городе и пролетал реактивный истребитель и от, скажем, пассажирский, типа там Ту-104, и в твоей хрущевке ходили ходуном, вибрировали стекла, и ты мог просто почувствовать вот это. Ту-104, самый лучший самолет, Ту-104, куда хочешь, такая бы на ходе. Была, да, такая похоронка. На похоронку. Вот, то есть вот этот момент, у Кинчо была очень трогательная строка в одной из его ранних городских баллад «Радуга бензиновых луж». Это очень достоверный символ, это вот метафора моего детства. И Майк, весь его язык, он был весь вот об этой «Радуги бензиновых луж». Это было настолько в точку. Я был потрясен. И в принципе, если... Есть. Я бы сыграл бы Майка в скину. Я понимаю, о чем речь. Давай тогда мы это и сделаем. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня Юлина Уф. Поехали? Спасибо. Спасибо. Позвони мне рано утром, Меня разбудит твой звонок. Ты позвони мне рано утром, Меня разбудит твой звонок. Я буду ждать его всю жизнь, Жизнь не самый долгий срок. Я опять тонушь в песках, Хоть мой огонь еще горит. Я опять тонушь в песках, Хоть мой огонь еще горит. Мне нечего курить, И вокзал давно закрыт. Час перед зорей – это самый темный час. Говорят, что час перед зорей – это самый стрёмный час. С тех пор, как ты ушла, мой, Каждый день как предрассветный час. А за окном скудит бездомный пёс, Он молчал бы, если б мог. За окном скудит бездомный пёс, Он замолчал бы, если б мог. Мне так же плохо, как ему, Я так же одинок. Я говорил о тебе не раз, И я повторяю вновь. Я говорил тебе сто тысяч раз, И я повторяю вновь. Я не могу жить без тебя, Мне нужна твоя любовь. Я расставляю сны, как сети, Я ищу в них тебя. Я расставляю сны, как ставят сети, Я ловлю в них тебя. И если я тебя поймаю, То готов спать хоть до сутного дня. Так позвони мне рано утром, Меня разбудит твой звонок. Я буду ждать его всю жизнь, Жизнь не самый долгий срок. Буду ждать его всю жизнь, Жизнь не самый долгий срок. Жизнь не самый долгий срок. Позвони мне рано утром. Позвони мне рано утром. Но я все-таки считаю необходимым Прочитать, вернее, Следующее сообщение. Но как-то из двух частей, по-моему, состоит. Или это сообщение... Ну, сейчас я попытаюсь сформулировать. Тут Виолетта Немировская пишет. Спасибо за очень своевременные слова. Главное не терять Первозданное детское счастье От сотворения музыки. Прямо в точку. Как раз сейчас борюсь За совершенство звучания Перед записью на студии. Попустилась. Сижу, слушаю, Возвращаю себе этот кайф. Вот сейчас возьмусь С новыми настроениями. И за песни, любимые из детства, Тоже спасибо. Где-то в середине 90-х, Живя в Заполярье, На краю мироздания, Пыталась словить московские станции При помощи проволоки И концентрированного солевого раствора. Ну, кто помнит такой способ? Помнят. Как-то раз поймала передачу, Где вот так же, как сейчас, Иномов пел и давал интервью. Записала несколько песен на кассету. Слушала не один год Сквозь дикий шум помех. Это была единственная доступная запись. Кто бы мог подумать, Что через 20 лет Можно будет вот так просто слушать И что-то даже писать в ответ. А еще мне повезло пару раз Ставить свет на концертах Юрия Леонидовича. Может, помните меня? Зовите еще. Я с удовольствием постою за пультом. Класс! Это не просто класс. Я всегда говорю, Что свое радио Это место концентрации Хороших, добрых людей. Здесь собираются Очень разные люди Из разных уголков. Не только Россия и Матушки. И Забугорье. Уж пардон за такой тезис, Такой термин. Много очень. И как только появляется Кто-то, Кого знают Где-либо в других местах, Эти люди все моментально Оказываются здесь. И это чертовски приятно. Я думаю, что И тебе должно быть радостно Сейчас от того, Что столько людей Готовых просто так Вот готова Виолетта Немировская Хорошо звучит Виолетта Немировская Хорошо звучит Ставит цвет Юрию на ум Это вкусно По-моему, вкусно По-моему, вкусно Ты тоже любишь так говорить? Вкусно? Да Это свой человек Я всегда говорю, что музыка вкусная Огромное, нескончаемое спасибо Вы сейчас не просто играете Невероятную музыку Вы играете на самых Сокровенных струнах души Каждого человека Слушающего сегодняшний эфир Ольга Аганисян Например, написала вот что Я не знаю, какая По продолжительности песня Или это будет песня Или инструментал Уж не знаю, как у тебя там Запланировано Должна прозвучать сейчас У нас осталось 9 минут И вот я и думаю Что ты будешь сейчас делать? Что ты будешь играть? Или петь? Рома Тот самый басист Который никогда не будет гитаристом Потому что после тебя Гитаристом быть невозможно Он, по-моему, если я правильно помню Театр Станиславского просил Если ты выполняешь подобные заявки Я выполняю подобные заявки Про Семену тут есть один момент Она может захлестнуть за 9 минут Дадим ей отзвучать? Тебе? Да Дадим Спасибо Тогда Спасибо всем за то, что были с нами Спасибо Юра огромное, что был сегодня В этой студии И был в прогрессе Живые Спасибо О концерте напомни еще раз Концерт состоится завтра В Доме музыки В театральном зале В рамках фестиваля Гитара от классики до рока Стартует все всем Мой сет второй по счету Жду вас завтра В Доме музыки В театральный зал И потом еще будет один концерт В Москве Но об этом вы узнаете Уже чуть попозже А сейчас Для Ромы Чехова И для всех вас, ребята Театр Станиславского Спасибо огромное Всем до среды Будьте здоровы Пока С наступающим Двадцать третьем Двадцать третьем Занавес Повсюши Не трогать Рыжье на стене Оно пригодится Попозже Маленький Всеми проклятый Гений Капля всемирной души Идет в этот мир Искушен Кинуть в него Свои дрожжи Залы веселых Столиц Принемут Не сразу Но наверняка Вот путь От дурацких Зачем До страшных Почел Как только Войдешь В эти двери Театр Начинается С веселец Не потеряй Не потеряй Намерка Здесь так трудно Выжить Не став Самому Палачу Но в это Не хочется Верить Да Сохрани Тебя небо, хотя бы единственный раз Странное небо, в которую, дай Бог, поверить кому-нибудь из нас Я прошел мимо умных и правильных книг Неприметный солдат рок-н-ролла, небомышляющий стать офицером Сексуальные революционеры, куда мне до них? Героически павшим на баррикадах вен-диспансеров Но я тоже не свят, я жаждал любви, да и прочих безумных вещей Зашвырнув вдали угол Талмуд С головой про тычинку и пестик Через несколько лет вы услышите хрип и хруст поврежденных речей Это я в первый раз наступлю На горло собственной песне Храни меня небо, пока я в герновых винках Горка черного хлеба И целая вечность до третьего звонка Ах, второй Пора становиться большим Время разбрасывать камни В огороды собрания Голосу времени вторя Я занялся всерьез Покорением каких-то вершин Не заметив, что уровень неба Ниже уровня моря Я стал в доску своим Среди встей кучу жир Разменяв идеалы Что в юности вы не застрита И столкнувшись язвой желудка Как одним из путей спасения души Я решил отсидеться в тиши И отделаться легким гастритом Храни меня небо Я в лавровых винках Как что-то черного неба Еще двести грамм коньека До третьего звонка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Третья Третья Надвигается эра реформ Сними же ружье со стены Передерни за двор Ну и так далее Смерть совершенно Среди готовых Лекарственных форм Что уж там лечит горбок Не говоря о воспалении миндалин Напиши на рецепте Прием раз в жизнь Перед сном натощай И она не заметит Прики Бескомпромиссная Точно очковая Кобра Жизнь О Боже Как трудно Вымолвить слово Прощай Соленое море в глазах Навеки размоет Твой всепобеждающий образ Возьми меня небо Из похоронных Минков Окуни меня в небы Вечно звучащей симфонии И этих звонков О-о-о-о-о-о-о – Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо!